Всем привет на канале Old Dutchman! Сегодня мы с вами продолжаем тему нелегальных мигрантов в Германии, а именно вот этих вот палестинцев, тунисцев, каких-то там сирийцев, бог его знает еще кого в общем радикальных исламистов пытающихся своими вот этими вот поступками, преступлениями запугать местное население и вынудить государство принять их требования и построить здесь в стране халифат, то есть государство в котором все подчиняются канонам шариата. У меня на канале очень много было разных видео по теме того как ведут себя вот эти вот палестинские беженцы, как они режут людей, как они издеваются над людьми. Были видео о том, где я рассказывал как ведут себя тунисские беженцы, как они относятся к христианской религии, что их это бесит как красная тряпка быка, они тут же слетают с катушек и начинают человека избивать только за то, что у него на шее висит крестик. И вот совсем недавно у меня было видео, где в Манхайме один радикальный исламист нанес сильнейшие ножевые ранения, тяжелые ножевые ранения одному политику, противнику радикального ислама и исламизации Германии, его помощникам, а также сотруднику федеральной полиции. Но тем не менее, его преступление, скажем так, было остановлено. Со своей стороны я скажу, да, было бы неплохо, если бы он ушел наверх, туда наверх, но его в тяжелейшем состоянии отвезли в больницу, прооперировали в реанимацию, дальше с ним будет заниматься прокуратура. Всех тех людей, которых он порезал охотничьим ножом, отправили в больнице и им оказывали помощь. На следующий день после того, когда политика этот исламист порезал, политик пришел в себя после операции и поблагодарил всех ютуберов, тиктокеров, инстаграмеров, всех людей, кто сопереживал ему вот в этом несчастье. Он высказал свои чувства этим людям. Естественно, это был шок для всей страны. Не важно, относится ли этот политик к ультраправым, относится ли он к левым или к центровым, как я уже говорил, не важно. Если вам что-то не нравится в политике, вы не наносите какой-нибудь физический урон этому человеку. Вы просто идете на предвыборную кампанию и голосуете за тех, кого вы считаете нужным, кого вы считаете правильным выбрать в парламент, а не избивать людей на улице. Те люди, которые выставляют свои агитационные плакаты и точки на улицах, они не заседают в Бундестаге. Они хотят прийти в Бундестаг и что-то изменить. Поэтому многие избиратели это путают и плюют в лица этим политикам, которые еще ничего даже не достигли в своей жизни или пытаются их толкать или бьют. Ну а вот этот вот радикальный исламист, он, я надеюсь, получит действительно по заслугам. Как минимум лет 15-20, а то и больше ждет его тюремного заключения. Потому что 7 человек ввести в коматозное состояние, нанеся им глубокие ножевые колотые ранения, это надо быть действительно каким-то, не знаю, отщепенцем и шлепком, отбросом вообще нормального общества. Таким людям здесь не место. Да, я говорю это открыто. Таким людям здесь не место. Не потому, что вот я христианин, а он мусульманин. Между прочим, среди мусульман у меня очень много знакомых, очень много приятелей. Мы с ними нормально вполне общаемся. Мы не касаемся темы религии, потому что они верят по-своему, мы верим по-своему, но тем не менее мы с ними вполне нормально общаемся. Но я никогда не привыкну к тому, что какой-то вот приехавший сюда, не знаю, беженец, просивший, чтобы его приняли сюда, потому что в его стране, допустим, в Сирии идет война, помогите, спасите, я оправдаю ваше доверие, его сюда принимают, ему дают кровь, ему дают крышу над головой, ему дают социальные пособия, ему дают все, он потом берет нож и выбегает на улицу, начинает резать людей. Как вы считаете, это правильно? Я считаю, нет. И у меня на канале под тем последним видео, где вот этот вот радикальный исламист, вот это вот, скажем так, мягко животное порезал семь человек, появились люди, которые начали опять-таки пытаться оскорбить в первую очередь ведущего канала, потом оскорбить всех христиан, потому что они против вот этого радикального ислама, и потом появились люди, которые, ну не знаю, читают вот эти священные свои книги и больше ничего в жизни не видели, и поэтому начали говорить буквами вот этих вот канонов, которые там у них книга записана, и начали кричать, что не существует никакого радикального ислама, вы все врете, вы неверные, вас нужно всех уничтожить и так далее. В общем, этих людей, всех абсолютно, я отправил в бан. Неважно, хороший человек был или он вот так вот в пылу гнева, скажем так, первичной реакции высказал свое мнение в отношении того, что он увидел, но на этом канале существуют жесткие правила, которые не предусматривают межнациональную рознь, расистские высказывания, нацистские высказывания по отношению, неважно к кому, будь то ваш оппонент в комментариях или ведущий на видео, или еще кто-нибудь, эти люди просто-напросто сразу отправляются в бан, без каких-либо да или нет. Вот такие дела. И, конечно же, еще один момент, который я хотел бы упомянуть. Если кто-то будет и далее утверждать, что все это инсценировки для того, чтобы поднять рейтинг той партии или понизить рейтинг этой партии, мол, после всех вот этих инсценировок подошел режиссер, выдал всем полотенца, все вытерлись и пошли по домам. Таких людей я на канале у себя просто-напросто видеть даже не желаю, потому что эти люди, они живут в своих мерках, они не соображают ничего, они не видят ничего. Они... Ну вот вам пример. Вот вам пример. У меня как-то был здесь один человек, случайный знакомый, с собаками гуляли на улице и так с ним разговаривали. Он тоже поздний переселенец, и вот он как-то мне говорит, гуляли на улице с собаками, он говорит, ты вообще видел, что там в новостях там сказали вчера? Это просто ужас. Я говорю, что, где, в каких новостях? Ну на Первом канале. Ну Первый канал у нас здесь в Германии АРД. Я говорю, да вроде ничего не было в новостях. Ах, да там в какой-то там, то ли в какой-то Кемеровской области, или... Стоп, 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 говорю. Ты про какие новости говоришь? Ну про Первый канал. Я говорю, какой Первый канал? Ну Останкино. Я говорю, а при чем здесь Останкино? Как? Ну, блин. Я говорю, стоп. Ты, говорю, живешь в Германии? Да. Сколько лет ты живешь в Германии? А на тот момент он уже, по-моему, лет 20 с лишним жил в Германии. Ну и живет до сих пор. Ну, да. А если ты живешь в Германии, зачем ты смотришь те новости? Не, ну, чтобы быть в курсе событий, чтобы знать, чем страна дышит. Я говорю, какая страна? Ты, вот скажи мне, ты уезжал из той России, фиг знает сколько лет назад, чтобы уйти вообще от тех проблем, уйти от тех перипетий, от всего того бардака, от всей той жизни, которая там, в лучшую страну, в лучшую жизнь. Так, ну да, так. Рено, ты уехав сюда, до сих пор, говорю, головой живешь в том информационном поле. То есть, тебя не интересует то, что происходит в этой стране. По факту, хоть ты и говоришь, что ты этнический немец, тебя интересует абсолютно все, что происходит там. Где какой певец, какому певцу или певице дал по морде? Какой певец, какого послал? Какой политик, где кому-то там треснул, или еще не треснул? Или кто сколько там денег украл? Я говорю, они, говорю, были такими всегда. Ты уехал оттуда, потому что знал, что там бардак. Там бардак. Ты, живя здесь, возвращаешься постоянно, ежедневно мыслями и своим вот этим вот телевидением туда. Говорю, зачем? Объясни, говорю, зачем? Он говорит, тебя что, не интересует? Нет, меня это не интересует. Я уехал оттуда, потому что меня это не интересует. Вот так вот. Ну, это вот, говорю я сейчас, просто легкий пример к тому, что многие люди, которые, допустим, вот было у меня видео о том, что в Саксонии в местности Эрцгибергскрайс до 15 июня свыше тысячи украинских беженцев обязаны освободить квартиры, предоставленные им во временное пользование. Власти объяснили это тем, что люди, получающие бюргергельд, это хорошие, действительно хорошие деньги, имеющие такую возможность получать бюргергельд, но нигде не работающие, вполне могут сами оплачивать себе жилье, которое им заблагорассудится найти. Аренда же этого жилья, в котором они сейчас проживают, уже подошла к концу. Вот и все. Но даже после этого, когда я сказал, сославшись на ресурсы, на информацию, именно вот эти вот газеты, которые все это распространяли, нашлись люди, украинцы с Украины, здесь, которые живут в Германии, русские, начали говорить мне, что я несу чушь, я лгу, я высказываю клевету в отношении украинского народа. Послушайте, Господи, я ничего не имею против украинского народа, абсолютно ничего. Но мне непонятен другой факт. Почему люди, которые, блин, кроме колобка и букваря в своей жизни ни хрена не прочитали, пытаются говорить, что белое это черное, а черное это вообще какой-то спектр оранжевого цвета. Почему они отрицают очевидное? Я вот этого не понимаю. Почему они отрицают очевидное? Так же с этими палестинскими беженцами, с этими вонючими мигрантами, нелегальными, которые бегают, требуют, чтобы у нас в Германии создали государство халифат, и все, кто против халифата, они должны пасть жертвами ножевых ранений. Эти люди, которые видят вот это своими глазами, отрицают очевидное и говорят, ну вы же сами их сюда позвали, ну вы же сами этого хотели, чтобы они вас резали, ну а что же вы теперь хотите? Ну объясните. Во-первых, мы их сюда не звали. Звало сюда это недотепистое правительство, от которого в следующем году, я надеюсь, и слава Богу, если так и будет, мы избавимся и изберем себе нормальное правительство. Но я не могу просто понять, как люди, когда они видят, что у них на глазах кого-то насилуют или кого-то избивают до полусмерти, отрицают это, говоря, что да все это ерунда, это же не меня бьют, это же кого-то другого бьют, значит меня это не касается. Вот о чем я говорю. И конечно же, в конце, как уже традиционно, в последнее время, я прошу вас, ведите себя на канале корректно, оставляйте комментарии, старайтесь не высказывать никакой брани, ни цензурной брани, ни еще какой-нибудь. Относитесь вежливо и культурно друг к другу, к своим оппонентам, пусть у них даже другие мнения, потому что любое кривое высказывание вашего мнения или вашей реакции отправляется в спам. После того, как это уходит в спам, в последние дни, мне даже просто неинтересно разбираться, нормальный это человек или нет, я просто отправляю большинство людей в бан, для того, чтобы на канале не было хайпа, не было хейта, не было срача. В общем, это все, что я сегодня хотел вам сказать. Ну, конечно же, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться видео с друзьями, ну и оставайтесь нам здоровы и не забывайте оглядываться по сторонам, когда идете по улице, потому что все, что угодно может произойти. Любой проходящий мимо вас человек может оказаться преступником. Будьте на чеку. Всем удачи. Пока. Продолжение следует...